Сплотились против общей беды прибрежники, рыбопромышленники, океанисты и правительство Мурманской области борются против распределения квот с помощью аукционов. Такой способ, по мнению некоторых промышленников, может убить отрасль и привести к серьезным убыткам в региональном бюджете. Возможные варианты совместной работы, которая позволит избежать краха отрасли, обсудили за круглым столом. Квоты в истории рыбодобывающей отрасли России при помощи аукционов уже распределяли. Это было в начале 2000-х, и тогда правительство пыталось вывести промышленников из серой зоны, вернуть налоги в бюджет. Сейчас квоты рыбаки получают по историческому принципу. То есть, кто сколько в нулевых купил, столько и ловит, при условии, что соблюдает правила игры. Однако сегодня поменять эти правила пытается само правительство страны. На повестке возвращение аукционов. И это, считают рыбопромышленники, фактически смертный приговор для большинства компаний отрасли. У нас сначала была идея, и она воплощена в жизни, это введение инвестиционных квот. Цель благая, развитие флота. Но сейчас что мы видим? При введении аукционов малые и средние предприятия, у них нет возможности брать кредиты под строительство. Они уже потеряли пятую часть своих квот. Ну, и они приведены в инвестиционные. Крупные предприятия, которые погрязли в кредитах по строительству, они уже не смогут прийти на аукцион, у них просто не будет денег. Первыми с рынка могут исчезнуть местные прибрежники и рыболовецкие колхозы. За ними последуют и более крупные компании. Это неминуемое снижение налоговых отчислений в местный бюджет. А значит, правительству области придется уменьшать и какие-то расходы. Учитывая, что огромная часть областной казны тратится на социальные обязательства, ситуация безрадостная. И руководство региона это понимает. Потому сегодня также выступает против изменения принципа распределения квот. Наша позиция, я повторюсь, уже коллегам давал интервью, мы один раз должны завидеть громко. Мы не можем размениваться постоянно. Мы говорим, что да, мы однозначно за исторический принцип. Но сейчас уже финишная прямая. Понятно, что курс идет на аукционы. Это не какие-то там сплетничьи. Это конкретно. Уже есть распоряжение готовить документацию на аукционы. Но, естественно, сейчас будет нормально, вменяемое, сильное, может быть, даже агрессивное заявление в пользу наших рыбаков. Спокойны пока одни научные круги. Ученые считают, что переход на распределение квот с помощью аукционов приведет к своеобразному естественному отбору. Слабые уйдут, а сильные останутся. А на смену выбывшим участникам рынка придут новые игроки, более подготовленные к современным реалиям. Может быть, антимонопольная служба преувеличила вот эти цифры. То есть надо на аукционы не больше 10-15%. И ничего страшного бы не было, а постепенно эффективные предприятия, в общем-то, оттеснили и были менее эффективные. Кем будут эти более эффективные предприятия и из каких регионов, неизвестно. Учитывая, что местные промысловики разорятся, скорее всего, придут они точно не из Мурманской области. А значит, и рыба, и деньги из региона уплывут. Это, считают некоторые участники дискуссии, фактически рейдерский захват. Сегодня появились кто-то, кто готов отрасль выкупить, и ее сейчас торгуют. В дурном сне невозможно было представить, что квота станет товаром. Вообще, говорите, какие аукционы, вы что? Почему в нефтянке нет этих аукционов? Пойдите, пожалуйста, нефтяникам и расскажите. Что мы теперь будем у вас это самое. Вы теперь каждую скважину 5 лет, а потом выставим на аукцион, и рыбаки придут, купят. Пойдите в это самое, деревообрабатывающие. Мы такие же ресурсы пользователи. Что за специальные правила? В итоге, считают некоторые рыбаки, промысловый флот из Мурманска уйдет окончательно. Вместе с новыми траулерами. В процессе ответственны… Продолжение следует...